Здравствуйте, уважаемые зрители! С сайта города Славянска 6262. Сегодня у нас в студии присутствует два очень важных для нас специалистов. Почему? Потому что очень много вопросов возникло в последнее время по поводу монетизации льгот. И сегодня мы пригласили к нам заместительного начальника ОПСЗН Пасечник Екатерина и начальник отдела льгот Удовенко Марин. Здравствуйте! И самый главный вопрос, который вот хочется сейчас прям задать. Что вообще произошло? Почему бы началась монетизация? То есть все как-то так совсем незаметно произошло для общественности. Люди практически ничего не знали. И в один момент они узнали о том, что у них началась монетизация льгот. В принципе для нас это было ожидаемо, так как с января 2019 года вступил в силу закон про житлово-коммунальные послуги. Статьями этого закона предусмотрено, что мы предоставляем льготы и субсидии в грошевой форме. Это начало монетизации. Процесс предоставления льгот и жилищных субсидий представлял собой безналичные расчеты между органами социальной защиты населения и коммунальными предприятиями. С января этого года процесс предоставления жилищных субсидий был немножко видоизменен. Но он оставался также в безналичной форме. Но информацию, которую мы собирали о назначенных субсидиях, мы передавали держателю информации Минсоцполитики. Минсоцполитики передавала эти сведения в Ощадбанк. И Ощадбанк на основании данных, которые получал от коммунальных предприятий, перечислял уже на счета людям в коммунальные предприятия суммы субсидий. То есть, если я, например, пришел к вам и сказал о том, что у меня есть льгота на коммунальную услугу в виде горгаз, например, то есть мне за газ должны заплатить льготой такую-то сумму, то раньше я не касался к этому и все обходило вокруг меня. В принципе, человек и сейчас не касается этого процесса. Но именно информация раньше предоставлялась коммунальными предприятиями. Если мы говорим сейчас о льготах, то коммунальные предприятия давали информацию о суммах начисленных льгот управлению соцзащитой и управление соцзащитой перечисляло средства, необходимые для возмещения этих затрат предприятию. То есть, непосредственно из держбюджета поступали деньги и мы перечисляли коммунальным предприятиям. Коммунальное предприятие предоставляло списки людей, которые имеют право на льготу. Эти списки сверены с управлением социальной защиты, были предварительно. И на основании этих данных уже управление компенсировало эти затраты. Мы просто стали не напрямую коммунальным предприятиям перечислять суммы начисленных субсидий, а через Ощадбанк. Для чего это? Это был первый этап монетизации. С февраля был запущен второй этап монетизации, когда человеку, тому, который пользовался субсидией длительное время, и он в это время уже участвовал в программе субсидирования, была предоставлена возможность получать суммы, начисленные ему субсидии, наличными деньгами. Это шло или через почтовое отделение получателям пенсии, когда им носили домой эти средства, через банк, если люди получали пенсию через банковскую установку, или тоже через банк, если люди были работающие, которые не получали других никаких социальных выплат, они шли в банк, где им был открыт счет, и эти деньги снимали в банке, наличными. Кто открывал счет? Счет открывал счет банк. Как уведомлялись люди о том, что... СМС-кой. Было СМС-оповещение. То есть, если я получатель субсидий, я обратился к вам, сказал, что у меня вот там есть субсидия, вы знаете мои контактные данные, вы открыли на меня счет в банке. Да. Этот счет предназначен только для выплат льгот и субсидий, которые... Ну, этот был счет открыт для именно выплаты субсидий. Изначально каждому получателю субсидий министерством было разослано уведомление о том, что ему предоставляют начислено субсидия... В каком виде было? В виде письма. Это было... Письмо распечатано, бумажное... Да, формата А4, это было письмо, брошено в каждому получателю субсидии. С мая месяца новый период назначения субсидии. Те, кто не имел задолженности по оплате коммунальных услуг, смогли воспользоваться субсидией на летний период уже наличными. Им была начислена субсидия кому на почтовое отделение, кому на банк. Те, у кого возникла задолженность просроченная на 1 мая, тем мы назначили субсидию тоже, но эта сумма субсидии осталась в виде безналичных расчетов. В чем здесь выиграли получатели субсидии? Если раньше они не могли воспользоваться сэкономленными средствами, то в этот период монетизации, да, если мы рассчитываем субсидию на социальные стандарты, на нормы предусмотренные... Давайте вот какой-то пример такой, да, очень такой понятный там из серии. Вот у меня есть там отопление, или там у меня есть, например, газ, или есть вода. Ну, какое-то из что-то... Давайте возьмем на воде. Давайте. Предусмотрена норма потребления воды, например, что человеку 68 гривен положено субсидии на воду. Из-за чего-то это да. Да, что он тратит каждый месяц 68 гривен на холодную воду. Человек же тратит в месяц 15 гривен. То есть разница между 68 гривенами и 15 гривен, это остается сумма сэкономленной услуги. Сейчас государство дало возможность людям получать норму, получать средства на норму расхода услуги, и этим стимулируя экономить эту услугу для того, чтобы средства могли остаться наличными человеку. То есть человек в этой ситуации не будет возвращаться? Нет, он оставляет эти средства себе. Если это, допустим, там, ситуация выглядит так, что у него остались, а если наоборот, он потребил больше? Если он потребил больше, он, как и прежде, должен доплатить будет израсходованные суммы. Мы пришли к октябре месяца с тем, что начат был еще один этап монетизации возмещения затрат людям. Это монетизация предоставления льгот на жилищно-коммунальные услуги. И туда сейчас попали как раз ОБД, да, вот вся эта категория, которая... Ну, вся категория льготчиков... Абсолютно все, да? Невзирая на какую-нибудь льготную категорию, абсолютно все льготчики, которые имеют какой-либо статус, полностью все подлежат монетизации. У меня есть просто один вопрос от читателей, с которого я хочу начать. Их будет больше, мы будем в процессе как бы их обсуждать, потому что нам нужно понять на конкретных примерах. Один из вопросов звучит следующим образом. Приславлю уведомление с размером субсидий без указания, на какие коммунальные услуги она распространяется, что делать далее и как субсидия распоряжается. Ну, здесь идет речь как раз о форме монетизированной субсидии без мотивковой. Это когда мы дали сведения Минсоцполитики, в свою очередь их получил Ощадбанк, и по получению сведений о начисленных платежах от коммунального предприятия было произведено зачисление средств на предприятие. Коммунальных предприятий задача до определенного числа подать сведения о начисленных платежах и о суммах, которые необходимо человеку оплатить. То есть банк, в свою очередь, согласно той очередности, которая предусмотрена законодательством, производит эти перечисления коммунальным предприятиям. В первую очередь идет перечисление газоснабжения и централизованное отопление. Хорошо, предположим, на вот это все государство перечислило мне, то есть на мой какой-то счет, который находится у меня в банке, 500 гривен. Сумма, которую выставило газоснабжение или теплоснабжение, превышает это. Они забрали все 500 гривен, а остальное? Да. А остальное становится долгом. А остальное, Ащадбанк уведомляет, например, пришло смс-уведомление, что сумма субсидии 500 гривен, сумма не покрывает затраты, необходимо доплатить, в какие услуги доплатить. Так нет этого уведомлений? В какие? То есть конкретный вопрос, да, то есть он же звучит абсолютно четко, понятно, что делать дальше и как субсидия распоряжаться. СМС предусматривает, что каждый человек имеет доступ к интернету и к возможности создать персональный кабинет. Персональный кабинет создается на сайте Ащадбанка, где человек отслеживает сумму, которая поступила на его счет, на учетную запись. Он видит, когда перечисляются эти деньги и куда. На сегодняшний день пока другого механизма нет. Хорошо, я не против, его нет. То есть когда же его придумывали и прорабатывали, его же каким-то образом пытались администрировать, да, то есть на кого-то же эта часть, ну, свалилась этой часть работы. Потому что я понимаю, что сейчас, допустим, пенсионного населения в городе Славянске больше 40 тысяч, да? Я думаю, сказать просто... Ну, плюс-минус, да, то есть вот, ну, как бы, предположим, что там 50% из этих людей, ну, не имеют доступа к интернету и не имеют возможности туда попасть. Да, то есть эти 20 тысяч сейчас будут звонить на горячую линию и выяснять по поводу каждой платежки? Ну, предполагалось, предполагается, что каждое коммунальное предприятие, которое... Квитанция, это должен быть пройти какой-то переломный момент, вот какой-то месяц, в котором показать полное начисление. А теперь этот механизм немножко по времени более длительный, то есть квитанции уже сформированы, а суммы перечислены, а счет банком немножко позже. Мы предполагаем, что эти суммы, оплаты, отобразятся в следующих квитанциях. Хорошо, вы говорите о том, что это произошла ситуация за месяц, то есть у нас был такой вопрос от читателя, он говорит о том, что... Два месяца оплачивая полную сумму в квитанциях, заявление о монтизации наличными не подавали, что в таком случае делать? Вернется ли образовавшаяся переплата, когда начнут приходить платежи с учетом льгот? Давайте начнем с последнего. Платежи с учетом льгот, это имеется в виду квитанции, мы с вами уже поняли, что такого не будет на сегодняшний день. Да, он пока закрыт. То есть льготы как при квитанции... При этом, допустим, была сказана фраза о том, что в следующих квитанциях, возможно, будет показана сумма, которая была оплачена по льготу из банка. Да, так вот, что будет происходить с октября, что происходит? Ни в одной квитанции сейчас льготы указываться не будут. Даже с января месяца, если люди думают о том, что это первые два месяца какой-то эксперимент или что это. То есть, как мы и предполагали, что человек получил свою квитанцию, он знает свою часть обязательного платежа по льготам. Это часть только человек должен был заплатить. Он не должен был платить, по большому счету, в полном объеме. Но он не знает, на что ориентироваться. Он в чем особенности? Он не знает. Вот я вам объясняю, что на сегодня получилось так, что он уже заплатил. Он не знал, он заплатил. Теперь что это значит? Это мы опять возвращаемся к реестрам, которые заполнили жилищно-коммунальные предприятия. Заполнили ли тоже большой вопрос? Нет, заполнили. Заполнили. Для Ощадбанка. Теперь к чему я это говорю? Если у человека нечего показать по банку, то есть в реестрах за человека стоит ноль, то эти деньги остаются на учетной записи в Ощадбанке. Если человек заплатил полностью по всем услугам, а мы дали льготу, она остается в Ощадбанке на его учетной записи. Никуда ее не расходуются. Не существует варианта, когда человек сидит и думает о том, что ему начисляется субсидия, она ему не начисляется, к нему приезжает в Оргаз и отключает, потому что такого не бывает. Окей, хорошо. Что происходит с льготами, если они до 15 декабря не успели написать заявление о перечисление льгот на карта Ощадбанка? То есть вот и вторая часть как раз, насколько часто можно подавать заявление, если там что-то менялось. Тогда можно написать следующее заявление на монетизацию. То есть, ну как бы если, это вопрос больше про безготевковую и готевковую. Нет, это готевковая форма, это получается, согласно постановлению, те льготчики, которые захотели попробовать себя в оплате наличными деньгами, обратились в управление до 15 октября, написали нам заявление, и они получают каждый месяц эту льготу наличными деньгами. Теперь, в следующий раз, это можно будет сделать до 15 мая. По министерству регионального развития. Они тоже, в свою очередь, по всем своим подразделениям разослали разъяснение, как работает монетизация в год, как субсидии. Поэтому каждое предприятие тоже ждет и работает в этом же направлении по предоставлению данных о начислении платежей. Поэтому они тоже ждут результата того, как будет работать эта программа. Отключений по неоплате не будет. Вот попробуем сейчас сделать такую короткую инструкцию, да, то есть для понимания того, что если я получатель льготы или субсидии, то я могу, первое, попасть к вам, для того, чтобы выяснить, есть ли у меня субсидии или льгота. Второе, мне нужно обратиться в компанию, которая предоставляет мне какие-либо коммунальные услуги. И третье, я должен сделать звонок в Ащадбанк, для того, чтобы выяснить, что произошло с оплатой или где произошло. То есть это три действия, которые я должен сейчас совершить, для того, чтобы понять, что вообще происходит с моими льготами, с моими субсидиями. Да, нужно, наверное, нам всем попробовать довериться государству и посмотреть несколько месяцев, как эта программа заработает.